24 члена и два сторонника партии «Единая Россия» по итогам голосования 26 марта вошли в состав Совета депутатов городского округа Люберцы первого созыва. В местном отделении подвели итоги минувших выборов. В ходе заседания «Единороссы» решили ряд вопросов и назначили ответственных за сферы деятельности. В начале мероприятия однопартийцы поздравили друг друга с успехом «Единой России» на выборах. Жители оказали доверие 26 членам и сторонникам партии. Исходя из этого, новообразованная фракция «Единороссов» станет первой в городском округе. Работа заключается в том, чтобы коллегиально принимать значимые такие решения. Сначала они рассматриваются на фракции, обсуждаются полностью на комиссии, на фракции обсуждаются, а потом иносятся уже на Совет депутатов. Поэтому работа фракции в чём и заключается, чтобы предварительно обсудить все значимые вопросы, потому что депутаты работают в своих округах, они знают мнение населения, потребности. Опыт создания фракции у местных представителей партии уже имеется. Ранее в каждом совете депутатов городских поселений Люберецкого района работали такие же объединения. В ходе заседания полицовета также выдвинули кандидатуру, которая предстоит руководить новой фракцией. На эту должность «Единороссы» предложили Сергея Беляева. С 2015 года провёл мероприятие по ячейкам, по секретарям. Поэтому работа знакома, но работу знаю. Ещё один немаловажный вопрос на повестке заседания – утверждение партийных проектов и назначение ответственных депутатов за ту или иную сферу деятельности округа. Соцзащита у нас Мартынова, член полицовета. Хорошо. Спорт Труицкий, Леонид. Тоже хорошо. Он депутат у нас всё. На кандидатуру председателя Совета депутатов городского округа Люберцы первого созыва участники заседания предложили Сергея Антонова. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.